Всем здарова! Это вторая часть видео по установке стартера Адзит Аркан на мопед Адзит Пилот. В общем, отверстие сделал диаметром 48 мм, поставил аркановский стартер, просверлил отверстие под болты М6. Конечно, первый раз я промазал, и они у меня были слишком близко расположены относительно центра стартера. Вот убор фрезой я чуть расширил отверстие, и вот такими шайбами это все дело зацепил. Вот так поставил, все как бы крепко, никуда не болтается, ничего, все отлично. Стоит следующая задача, надо установить мой маховик, на который я уже предварительно натянул венец стартера. У него 60 зубьев, внутренний диаметр 106 мм, наружный диаметр 122 мм. Конфиг можете записать себе, если будете искать именно вот такой венец под аркановский стартер. Толщина его 7 мм. Так, идем дальше. Как нам все это дело друг с другом скрестить, и чтобы у нас был хороший, отличный зацеп? Так, давайте немножечко порассуждаем логически. Смотрите, вот бендик стартера, он сейчас залез вовнутрь. Как же нам просчитать именно четкий зацеп под его вылет, чтобы был хороший зацеп с венцом? Берем какую-нибудь ровную плоскость, да, допустим, ну, отверточку, сейчас я его таким боком положу. Вот это и вот это половинки, они прям вровень. Смотрите, вылетает когда бендикс, он прям вровень упирается. Вот, приложил штангель-циркуль. Смотрите, ровно все выставил. Плоскостям картера и приложил. И вот бендикс вылетает у нас, когда он прям упирается в эту плоскость. И, соответственно, следует сделать вывод, когда мы надеваем маховик. Смотрите, венец, он чуть туда залез. Сейчас, секунду. Можете видеть, сколько еще запаса хода у бендикса, а шестерня уже ему стоит на преграде. Соответственно, надо данную шестерню выставить параллельно с этими плоскостями картера. Вот, отлично прям видно. Вот я прикладываю штангель-циркуль к плоскостям картера и вижу, насколько надо еще пододвинуть шестерню стартера. Сейчас я этим займусь. Вот, все оцентрую, выровню, проверю зацеп. И после чего уже буду прихватывать сваркой. Выставил венец стартера сейчас относительно плоскостей картера. Вот, уже прикладывал вот так вот к половинкам. Ну, то есть, к половинке картера я уже вот так приложил штангель-циркуль. Вот, и покрутил его сам венец. И посмотрел на биение. Биения никакого нет. Все, буду сейчас прихватывать сваркой. Буду прихватывать пятью точками. Электрод двойка. Все отлично. Вот, можете видеть, что все ровно, четко крутится. Все, приварил я венец к нашему маховику. Вот, в этой области я приваривал с обратной стороны. Потому что варить здесь мне показалось опасным, так как находится вот магнит открытый. Вот, поэтому я сделал две точки по краям, но только с обратной стороны. Там больше металла. Вот, ну и все, вот так вот чередовал, прихватывал. Все, стартер установлен. Давайте его проверим. Проверка электростартера от ZIT ARCAN. Сверсовая клемма. Поехали. Все. При установке стартера от ZIT ARCAN обратите внимание, что будет вот такой недоход. Потому что стартер будет упираться в раму. Давай, фокусируйся. Вот получается. Вот здесь надо будет подпилить. Ну что, друзья, могу сказать стартеру быть. От ARCAN прекрасно себя чувствует здесь стартер. Также подходит от Suzuki TB50, либо от Minorelli AM6. Но у них уже, насколько неизвестно, там 14 звезд. На нашем же отечественном ARCAN стартере 12. Вот, повторюсь, шестерня у нас. Ее параметры 60 зубьев. Внутренний диаметр 106 миллиметров. Наружный 122. Это кому-то на будущее может пригодиться, кто тоже захочет делать такую себе переделку. Вот, пожалуйста, данный я озвучил. Уже в следующем видеоролике я буду показывать, как я подключал стартер в штатную проводку. Как подключал вот такой дроссель DR100 для того, чтобы у нас была зарядка аккумулятора. То есть, от клеммы O1 с выхода ПКС нашего стандартного подцепим вот такой дроссель. И мультиметром уже замерим показания, сколько вольт будет выдавать. И будет ли данный дроссель стабилизировать наше напряжение. Но это уже все в следующем видео. Так что ожидайте, подписывайтесь на канал и всем удачи!